Привет, друзья! Ну что, замечательный сегодня денёчек для того, чтобы посмотреть работу графики в PUBG. Наверное, вы видели один из последних моих видосиков RenderTimelapse PUBG. Если не смотрели, обязательно посмотрите, ссылка в описании. И, в общем-то, я немножко решил капнуть инфы, то-се и поделиться с вами всей вот этой красотой, которую я раздобыл. Усаживайтесь поудобнее, я буду стараться рассказывать медленно и максимально просто. Если у кого-то есть какие-то дополнения или вопросы, го в комментариях обсудим. Итак, как же работает самая популярная игра последних лет и почему она так лагает? Важно разделить, кстати, есть лаги, связанные с графикой, а есть лаги, связанные с сеткой. И мы будем рассматривать первое из них. Ну так вот, для отладки я воспользуюсь специальным софтом. Об этом софте у меня есть отдельный видос, как им пользоваться. Все, короче, смотрите, ссылочка на него тоже есть в описании. Здесь я повторяться не буду. И давайте поподробнее рассмотрим один кадр игры. Изначально игра отрисовывает все статические непрозрачные объекты в специальный глубинный буфер. Этот буфер потом нам пригодится. Ну, не нам, а движку игры. Текстуры при этой отрисовке не используются, процесс этот быстрый. А зачем это нужно? Таким образом, движок игры предварительно подготавливает информацию о положении объектов, чтобы понимать, какой объект закрывает другие объекты. Чтобы нам вот эти объекты закрытые не отрисовывать. Это снижает нагрузку системы. Это хорошая штука. Процесс этот параллелится на потоке и единственный момент, тут требуется синхронизация с процессором, поэтому процессор некоторое время ждет, чтобы потом продолжить дальше отрисовку кадра. Но видюха, в принципе, справляется с этим делом довольно быстро. И вот тут в Unreal Engine и в PUBG, соответственно, есть один костыль, который, вроде бы, и хороший, но это все-таки костыль. И это первая проблема. Когда мы крутим камеры в игре или перемещаемся, информация о перекрытиях становится невалидной. То есть, смотрите, как все работает. Отображается кадр, собирается информация о перекрытиях, что кого там закрывает. И когда мы камеру смещаем, вот эта информация, она уже как бы устаревает. И нам нужно заново собрать информацию о перекрытиях. И из-за этого вращение камеры нам становится проблематичным. То есть, появляются вот эти фризы какие-то, задержки, понижение FPS, в общем, вот эти вот неприятные ощущения. Если система такая не сильная, то это такие статтеры появляются. Если система более-менее мощная, то это просто так вот, чувствуете, время кадра гуляет. Неприятно. Я вот покажу на примере, чтобы вы понимали. Смотрите, это график драуколов. О драуколах, кстати, я уже тоже рассказывал в отдельном видосе, ссылка в описании. Так вот, на этом графике мы видим количество драуколов, и оно резко-резко скачет при поворотах камеры. То есть, такие вот пики точно у нас появляются. Блин. Соответственно, в моменты этих пиков нагрузка на систему становится суровая, и просадка возникает. Вот так и живем. Порой такие пики доходят до 40 тысяч отрисовок на кадр. 40 тысяч на кадр, Карл. Это на минимальных настройках, я такого вообще нигде не встречал. Ну, блин, тут и понятно, в пабге дохрена геометрии, здоровенная карта, но с этим надо что-то делать. Разработчики, алё, так не делается. Теперь вы понимаете, почему часто лагает, когда ты начинаешь там крутить камеры рядом с какими-то там городами. Так, надеюсь, это все было понятно. Теперь идем дальше по процессу отрисовки. Значит, мы прикинули, сколько геометрии нам нужно рисовать, и движок приступает к отрисовке. Сразу идет отрисовка в несколько буферов. У нас есть буфер непрямого освещения, буфер нормалей, буфер с диффьюзом, буфер металличности и матовости, отражаемости и свечения. В общем, в пабге используется PBR, если вы не заметили. А про PBR, кстати, у меня есть отдельный видос на канале, можете тоже посмотреть, ознакомиться. Потом вся вот эта информация мержится, так сказать, и компонуется финальный кадр. Теперь давайте поиграем в одну очень увлекательную игру под названием «Что же сейчас отрисовывается?». Смотрите, это какой-то стол. Теперь угадаем, где же он находится. Follow me, my brothers, I know the way. Узнаете это место? Это карьер. А это столик и стакан в карьере. Ну, стакан, я называю так вот, это здание кругленькое. И мы видим, что тут практически весь карьер отрисован. То есть плевать, что он находится от нашего места очень далеко и вообще закрыт за горой. То есть, ну, я не знаю, какими судьбами, какими судьбами разработчики он здесь отображается. Объясните мне. Слава богу, чтобы остров с военной базой не отрисовали. Тут видно, что вокруг карьера тут еще всяких объектов, каких-то домиков. То есть, порядком, порядком геометрии. И при отрисовке этих объектов используются все текстуры. Хоть уменьшенные, но они используются все. Дефьюз, нормали, ну, в общем, все, что я перечислял. Теперь, вопросов, почему так лагает, я думаю, быть не должно. На месте разработчиков я бы все-таки попытался как-то это закостылись. Ведь можно написать какие-то хотя бы скрипты. Хотя бы скрипты, которые просто будут отключать квадраты. То есть, да, карта поделена на квадраты. То есть, вот ты находишься здесь, но никакими судьбами объекты в том квадрате, где находится карьер и там дальше. То есть, ну, никакими судьбами она не будет отображаться. То есть, ты можешь это просто отключать скриптом. Дизейблить их нафиг. Ну, наверное, стоит что-то пересмотреть. То есть, стандартная система куллинга в Unreal как-то не канает. Надо что-то другое брать. Есть же всякие там InstaLot, Umbra. Правда, не знаю, Umbra там адаптирована к Unreal. Наверное, все-таки да. Вот так и живем. Что у нас дальше идет по отрисовке? Дальше у нас рендерится каскады теней. То есть, в ближайшем радиусе у нас тени детальные. Дальше тени у нас чуть-чуть менее детальные. Здесь, в принципе, нечего сказать. Все работает хорошо. У нас сначала рендерится глобальный свет, директ свет. Потом у нас точечные источники света рендерятся. После этого у нас рендерится HBO+, он же Ambient Occlusion, но в данном кадре камера находится очень далеко от объектов, поэтому затенять нечего. Она теняет только какие-то ближайшие объекты. Дальше рендерятся эффекты, всякие частички, туман. И вот, в принципе, финальный кадр готов. Всего на этот кадр ушло 5135 отрисовок. В принципе, не так и много, однако, мы же понимаем, что это число можно было бы уменьшить. И если это сделать, то работало бы быстрее. Вот эти все штуки, которые я использовал, вот эти захваченные кадры, я загрузил на файловый обменник. Вы сможете их скачать и в рендердоке открыть и самому там посмотреть, что как рисуется. То есть, кому интересно, пожалуйста, смотрите. Я думаю, выводы тут и так ясны. Работать с разработчиком еще есть над чем. И вот, пожалуйста, разработчики, делайте. Игра вообще хорошая. Она использует лоды, то есть, модели несколько уровней детализации. Использует ПБР, карты детализации. То есть, вы можете посмотреть даже поры на коже игроков. Вот вы, наверное, замечали на разных поверхностях какие-то мелкие детали. Это все карты детализации. То есть, в целом, в целом, все довольно-таки модно. Ну вот. А на этом, наверное, у меня все. Шарьте видосик друзьям. Рассказывайте всем. Помогите видосу вылезти немножко в популярность. До скорых встреч. С вами был белорусский айтишник. ПОДПИШИСЬ! 1 2 3 5 Продолжение следует...